вот сегодня наше море морюшка как вы пишите мне плаваю ли я в каралках плаваю только в каралках я уже показывала в видео свои каралки вот мои каралки так что не переживайте все в порядке они мне много лет их мне сестра привезла из какого-то путешествия но на колени же я не одену каралки у меня колени в основном страдают руки колени вот смотрите видите это у нас дикий пляж сейчас пляжи все закрыты купаться нельзя но рано утром вот до 9 часов утра полиция не гоняет и можно прийти искупаться пляж здесь не такой как в отеле отельные пляжи очищают от камней от водорослей и от кораллов здесь пляж не очищены вы можете здесь проплыть 20 метров и наткнуться на большой большой камень этот камень будет весь обрушить кораллами и вы можете поранить колено или локоть вот тут многие люди у нас плавают они одевают специальные защитные костюмы для того чтобы не пораниться но у меня такого костюма нет тут есть такая лагуна метров 10 от берега я нашла эту лагунку я в этой лагуне каждый день вишу там вы спрашиваете меня плаваю ли я с маской да я плаваю с маской но я не фанатка такого вот плавание я люблю больше без маски поплавать побултыхаться в воде полежать на воде понаслаждаться не надо мне только бросать тапками до море красивая но вот я не фанатка могу посмотреть на все это но коротко мне больше нравится так покупаться поплавать сегодня очень много рыб но как только я вышла снимать открыт нету мы не брали с собой цель на лицевую маску во первых у нас была ручная кладь вот во вторых нам ее не советуют братья сюда на красное море но прежде чем рассказать вам свое мнение я хочу чтобы вы послушали мнение профессионала вот это милая женщина ее зовут алла мы очень любим она профессиональный дайвинист и она вам расскажет почему почему она не плавает цель на лицевой маске вот видите дальше покажу вам море а там у нас есть коралловый риф и алла сниной каждое утро плывут своих масках и ластах на этот коралловый риф и рассматривают много интересного алла почему вы не плаваете цель на лицевой маски но инструктор по дайвину это просто профессионал полная лицевая вас значит почему эти маски вообще не рекомендуется они вначале появились и конечно же эти маски выглядят как будто бы просто там так легко отдел все пошел вода никуда не попадает но оказалось совсем это не так все и по факту да не по факту все не так хорошо скажем так при дыхании когда человек мы вдыхаем кислород выдыхаем углекислый газ и вот допустим эти трубки дыхательные вот мы не можем сделать трубку пятиметровую там нырять на пять метров и дышать почему потому что вы будете вдыхать кислород и выдыхать в эту трубку потом обратно же вдыхать то что вы выдохнули и опять выдыхать то есть получается вот эти вот полные лицевые маски они во первых очень большого объема плюс вот это вот бандура тут еще огромная трубка объем этой маски да да достаточно большой при дыхании человек просто-напросто не получает достаточно кислорода было очень много несчастных случаев когда люди просто теряли сознание на воде и если человек потерял сознание на воде как следствие это утопление поэтому реально не рекомендую никому не покупайте вот эти вот полно лицевые маски ребята обратитесь к профессионалам к инструкторам покажите как одеть эту маску как пользоваться и как подобрать не надо покупать самую дорогую нужно просто научиться правильно подбирать маску с помощью профессионала по типу лица и естественно чтобы эта маска была нормального качества все для этого только профессионал вам может помочь но не покупайте вот эти вот дурацкие маски самоубийцы чтобы вы знали в дании эти маски запрещены законом алла ну вот многие наверно не знают как правильно одеть маску можете вы пару слов сказать вот основные принципы как ее одевать как подобрать маску ну начнем с того допустим если бы я хотела купить маску я уже знаю у меня тоже был когда-то скажем так не очень удачный опыт первый раз когда я попробовала допустим поплавать с маской просто мне никто не объяснил как ее подобрать как ее как ее правильно одевать нужно обратить внимание на тип с вашего лица вот допустим есть люди там курносые круглолица из узколицы длинноносые то есть нужно учитывать особенности вашего лица раз во вторых нужно подобрать маску ну чтобы она была выбирать выбрать маску во-первых пускай она будет силиконовая скажем так сейчас конечно очень много разных там материалов микросиликон жидкий силикон там какой хочешь силикон да ради бога главное чтобы она была удобная мягкая хорошая маска берем масочку убираем вот ремешочек с масочки лицо убираем значит волосы с лица значит если у вас есть усы сбрейте сбрейте брови сбрейте подбрейте там либо что я буду делать у меня усов нет слава богу что мы делаем мы просто берем эту масочку прикладываем к лицу аккуратненько не надо тулить его со всей дури эту маску прикладываем к лицу аккуратненько вот приложили и вдохнули в себя носом все видите маска прилипла воздух три ноги вот где проникает потом что потом одеваем ремешок то есть если маска прилипает элементарно маска вам подходит одеваем когда ремешок то есть не надо эту маску все время держать вот это вот залепленной одел ремешок и масочку выдохнул вот видите вот эта вот маска она не затянута ничего понятно потом ноги одевают маску вот взял вот так вот маску напяли и пошел все так маску одевать нужно вы обязательно носом выдохнуть волосы про усы если у вас есть усы то а значит у вас есть два способа либо сбриваете но это радикально но если они для вас так ценны и дороги и дороги ваши усы то тогда вы можете воспользоваться старым скажем так дедовским методом дедовским методом вазелином еще и прилипнет маска вазелин не впитывается берешь вазелинчик накрадываем на усы и потом опять же аккуратненько сначала масочку укладываем к лицу аккуратно можно перед зеркалом протренировать него так вот вот это вот так вот ровненько приложили носиком сердце отдохнули под очка села ремешок-9 лежок должен быть ровно на затылке еще株 будет ползать вот так и маска будет так вот ползать. И вот так вот вы будете плавать в маске. Большое спасибо, Анна. Большое спасибо. Огромное вам. После того, как я побывала в Таиланде, я там купалась на одном из самых лучших пляжей мира. Назывался этот пляж Коралл Бич. У меня есть отдельное видео об этом. Я его никогда не пересматривала. Прошло уже много лет, после того, как я была в Таиланде, наверное, годы 4 или 5, я не пересматривала видео, потому что, когда я думаю о Таиланде, у меня такая грусть. Всегда вряд ли я еще когда-то туда поеду. У меня будет возможность туда поехать. Поэтому я не хочу расстраиваться. Нужно довольствоваться тем, что есть сейчас, в данный момент времени. То, что я видела в Сианском заливе, там такой богатый подводный мир. Там есть разные рыбы, огромные, большие, с плавниками. Очень красиво. Там белый песок, белоснежный, пальмы на берегу. Впечатление незабываемое. В каждой стране можно найти что-то хорошее. Таиланд у меня стоит на первом месте. Я получаю много комментариев, и среди них часто мне встречаются комментарии одной женщины, которая постоянно пишет о том, что наступили плохие времена. О том, что пандемия никогда не прекратится, мы никогда не будем прежними, мы не будем жить как прежде. Ну, какая же это все ерунда. Вот смотрит видео, и на одно видео пишет 3-4 комментария, все одного типа. Мои видео не для того, чтобы у вас была депрессия. Наоборот. Я понимаю, что у вас сейчас нелегкие времена, вы сидите в запертии, без работы, и никто не настраивался на такой период, и так получилось. Надо воспринимать ситуацию такой, как она есть. Никто не знает, что будет завтра. Будет ли пандемия осенью, полетят ли самолеты сюда, поедем ли мы путешествовать. Все будет так, как мы хотим. Если мы будем думать о плохом, если мы будем привлекать плохие мысли, болезни, впадать в депрессию, думать о том, что это никогда не прекратится, оно действительно для этого человека никогда не прекратится. Большинство людей, конечно же, поедут отдыхать. Уже сюда поедут 1 июня внутренние туристы, далее полетят самолеты. А даже если они полетят нескоро, и полетят осенью, ничего страшного не случится, никто от этого не умрет. Рано или поздно все вернется на круги своя. Помните, была эпидемия Эбола? Ну и что, многие ее даже не заметили. Она была на другом континенте, быстро распространялась, но как-то все это прекратилось, все об этом забыли. Сейчас следующая пандемия, и я вас уверяю, будет еще ни одна болезнь. Все будет зависеть от того, как мы воспринимаем ситуацию. Если мы думаем о том, что вот завтра мы умрем, так мы все умрем когда-нибудь. И у каждого свой период. И у каждого свой период жизни на земле. Нужно думать только о хорошем. И я вас привлекаю. Привлекаю вам вот сейчас с этой водой, вот этим теплым морем, вот этой прозрачной гладью. Я привлекаю к вам удачу, здоровье, хорошее настроение. Думайте только о хорошем. Займитесь дома своими делами. Вы мало занимаетесь детьми. Мы так жалеем, что когда росли наши дети, у нас не было возможности. Уделите много времени. У вас есть сейчас такая возможность. Посмотреть интересные фильмы, почитать книги, убрать квартиры, сделать ремонт, посадить на даче, посетить родителей. Я снимаю свое видео для того, чтобы у вас после них повышалось настроение, улучшалось настроение, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы у вас была энергия, прилив сил. И обязательно появятся интересные дела, интересные идеи. И рано или поздно мы все равно все полетим. Мы домой, а вы путешествовать. Еще по поводу жары. Многие пишут, вот будет очень жарко. Вы будете страдать от жары. Езжайте домой. Не оставайтесь здесь. Вам будет очень жарко. Вот хочу вам объяснить. Да, действительно, здесь жарко. И с каждым днем будет жарче. Но мы приехали сюда. Это было начало марта. Зима у нас в Киеве была очень-очень теплая в этом году. И когда мы приехали сюда, у нас не было такой сильной акклиматизации. В Киеве было плюс 10, здесь было плюс 20, но погода здесь в марте была неважная. Были бури, ветры сильные, непогода. Мы адаптируемся с каждым днем. Чем жарче становится, тем быстрее организм наш адаптируется к этому. Утром мы ходим купаться очень рано. И когда мы идем сюда и уходим назад, солнце еще не так печет. Целый день, вот такое самое жаркое время, это с 10 до 3 часов дня, мы находимся дома. У нас куча дел. Я снимаю видео, готовлю кушать. Муж убирает и просто отдыхает. За зиму он умудрился уже очень устать. Я хочу, чтобы он максимально отдохнул. После обеда он ляжет, поспит, потом посидит в интернете. В часа 4 мы выходим на улицу, снимаем видео, идем в магазин, общаемся со своими знакомыми, которых мы всех приобрели. Здесь я познакомилась с очень интересной, харизматичной женщиной. Ее зовут Татьяна. Она купила здесь квартиру. Татьяна Сердечница. Много лет она здесь живет. Я так хочу, чтобы она согласилась вам показать свое жилье. Я видела его несколько дней назад и потеряла покой и сон после него. Многие люди обращаются ко мне, покажи эти квартиры, мы хотим купить, помогите выбрать. Вот это видео как раз было бы вам интересно. Напишите мне об этом, надо вам такая информация или не нужна она. Как здесь живут люди среди египтян, наши соотечественники, как они здесь устраиваются, как они соотносятся уже с религией, которая здесь, вот важный момент такой. И много других вопросов. Напишите мне, если вам интересна эта тема, я сниму отдельное видео, поговорю с Татьяной, может быть, она согласится. Можно что-то пожелать мне вам хорошее? Один человек смотрит на стакан и думает, что он полупустой, а другой человек смотрит на стакан и думает, что он наполовину полон. Вот так и сейчас нам нужно всем смотреть на ситуацию, как на наполовину полный стакан, а не наполовину пустой. Не переживайте, у меня есть головной убор, я все время его ношу. Тут без головного убора никуда. Но если я одену шляпу, то она будет у меня слетать с головы, мне придется идти все время ее держать. Я уже много лет назад связала себе вот такую шапочку. Сначала их было у меня две, одна была вот такая вот белая, а вторая розовая. Розовую, к сожалению, я сама ее посеяла. В Таиланде я положила ее, скорее всего, в чужой байк, они все там одинаковые, и мне ее не вернули. Хотя мы каждый день отдыхали в одном и том же месте, и люди видели мою эту шапочку, она была связана крючком, розового цвета, из очень хороших ниток, таких блестящих. Вот эта шапочка, чем она мне нравится? Ее не надо ни крахмалить, ничего с ней сделать. Я ее сворачивала в такой вот ролик, кладу ее в ручную кладь, и она мне не занимает места. Поэтому не переживайте, я хожу в шапке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова